С таким энтузиазмом взяла и порезала реально важный пакет. Блин. Осень. Что поделать? Свитера. Какой оттенок. Так. Зип-пакетик. Клёвый. Бирки ТЛВ. Очень-очень тёмный, зелёный. Это кардиган. Написано 100% акрила. Есть бирочка, как видите, да? Даже как ухаживать. Практически не мнётся. Приятно. Вязка не плотная. Абсолютно просвечивается. Может продувать ветерочком, но смотря на что надевать. Есть рукавчики. Не стянутые. Да, смотреться будет шикарно. Вполне можно укутаться. Размерчика здесь на меня две хватит. Видите, кожа немножко просвечивается. Реденькая вязка. И книзу немножко сужается. То есть, примерно будете смотреться вот так. Кань гусенькая, такая приятная. Сразу понятно, что охрил. Совершенно не колется. Тоже важный момент. Кстати, вязка отличается у воротника и вот дальше там, где идёт спинка. Лучше посмотрим детализации. Разобраться бы, какой стороной надеть. Примерку я делаю в другой день, но я их ещё не надевала. Вроде разобралась. Где воротник, там вверх. Ну что, что скажете? Стильно, модно или нет? Ну, главное, что тёртненько. Уже скоро будет актуально. Так смотрится сзади. Летучая мушка. Такие в городе вообще нет смысла покупать. Вот на Алиэкспресс то, что надо. Причём делают хорошо. Зип-пакет размер М-очка уже. Это мега крутая юбка. Она как бы под кожу. Кожа на СПУ-кожа. Выговорилась, наконец. Не хуже чёрная, потому что подходит под всё. Ну, сами представляете. Лишь бы только села на меня. Насколько я помню, в моём магазине это именно М-ка. Замочек. Ходит легко. Причём донизу. Есть два кармашка. Первый муляж. Во второй даже теории что-то можно было бы положить. Но по сути тоже муляж. Ну и конечно, куда же в юбочку в облипочку можно что-то положить. Материал обычный. Претензий никаких нет. Швы везде аккуратненькие. Уже предвкушаю, сколько можно крутых образов она создавать. Ещё и внизу кармашек. В общем, кармашков хватает. Но они все не настоящие. И рассказываю вам главный лайфхак. Особо-то и не видно, что она кожаная или не кожаная. Не столь важно. Но белая юбка. Представляете, как обычно белые вещи пачкаются. У меня есть белые шорты. И я их за один раз изношу и так, что нужно сразу в стирку. Тут же нужно ещё постараться, чтобы угробить. Удачный вариант. Надеюсь, подойдёт. Юбка-бомба. Вот что я вам сегодня 100% могу рекомендовать. Конечно, когда я надевала, я сомневалась, что это мой размер. Что я вообще её смогу здесь затянуть. Точнее, вот так. Во-первых, хорошо, что замок хватит хорошо и легко. Поэтому я быстро справилась. Во-вторых, она немножко тянется. Несмотря на то, что это как бы пыло у кожи, да, я не могу спокойно двигаться. И она, кстати, даже не особо поднимается наверх. Сидит, конечно, в облипочку. Ну, прям, ну, совсем в облипочку. Но при всём этом ткань достаточно плотная, чтобы бельё не было видно. Юбка настоящий восторг. Я бы сказала, это must-have гардероба, потому что ещё плюс ко всему базовая. Ещё свитерочек. Бирочка вылетела. Джурлишин. Кстати, это заказ уже именно с официального сайта ТЛВ. У них там гораздо больше выбор, чем на Алиэкспресс. Посмотрите. А ещё я, кстати, выпросила скидку. Небольшую, но всё же маленький бонусик. В общем, посмотрите внизу в описании. Итак, свитерочек. Классика. Он мне понравился именно в этом оттенке. В других смотрится как-то конкретно странно. Но серый с таким белым. Это такое ми-ми-ми. Бирок никаких не вижу. Одна ниточка просто завалялась. Есть бирочка, размер S, 100% акрил. Такая неприятная, но вот у предыдущего была такая мягушаночка. Здесь как-то немножко пожёстче. Плотная вязка, но при этом свитер не будет прилегать к телу. И впереди такое вот плетёное сердечко. Вот оно уже мягусенькое. Классический вариант, как я называю, надел и пошёл. Потому что не знаю, под что этот свитер может не подойти. Длину рукава обязательно проверяйте у меня. А то что-то она меня смущает. На примерке. Ну, что скажете? Угу, простенько. Но в целом, если надеть, то смотрится лучше. Просто все другие оттенки как-то кусались. Мне казалось, что серый будет каким-то более ми-ми-мишным. Даже не знаю. Простой. Вроде бы не колется. Длина нормальная. Тут длина тоже. Очень даже удачная. Обычный свитерочек. Здесь приятный. И так зай... Ух, ещё немножко блеска. Комбинезончик. Очень праздничный. Кстати, кто бы мог подумать, что здесь чёрная подкладка. Видите? А когда впереди смотришь, да, всё блестит. Блестит абсолютно этими как бы пайетками. Но, знаете, это визуальный взгляд издалека. Вблизи отчётливо видно. Впрочем, это его не дешевит. А я бы сказала, даже делает более стильным. Сюда бы какой-нибудь кожаный чёрный пояс, но у меня такого нет. Сзади спинка будет открыта. Лифт здесь не нужен. Никакого термоядерного просвета не будет. Тоже удобно. На талии резинка. Не сильно сдавливает, но есть. И внизу шортики. Так что можно спокойно носить и не переживать за то, что где-то что-то будет подниматься. Очень необычно, но при этом я бы сказала классически. Можно спокойно надеть куда угодно. Я, конечно, ещё примерю для начала. Но с виду так кажется. И недорого, и подходит на любую вечеринку. Тем более, скоро-то Новый год. Всего-то через 4 месяца. Запоминаем. Или кому раньше понадобится. Вариант образа номер 1. Причём лайфхак. Если у вас нет большого ремешка, используем два маленьких. Это лайфхак от меня. Такой себе американский стиль. Ладно, второй. Знаете, я бы, возможно, даже и сказала вау на эту вещицу. Мало того, что стоит недорого. С виду смотрится неплохо. Здесь ничего не вываливается, да. Тут всё культурненько. Не то, что у нас было совсем недавно в ролике. Я где-то оставлю ссылочку. Ролик многим понравился. Нигде не муляет, как это бывает с пайетками. И видите, как легко комбинировать образы. Ну просто вообще, я бы сказала вау, вау, вау. Есть только одна единственная проблема. Мне кажется, он не для моего роста. Я чувствую себя абсолютно комфортно, но где-то убрать бы 10 сантиметров. Здесь шортики бы сидели как-то более культурно. Так что это, пожалуй, единственный момент. Напишите мне, что вы думаете. Это будет интересно. Ещё я думаю, что всё-таки, если образ с туфельками, то желательно использовать какой-нибудь пояс в тон. Здесь как будто бы не хватает пояса. Но видите, он должен комбинироваться именно под ваши аксессуары. А так издалека смотрюсь, мне кажется, как в комбинезоне полностью усыпанном сваровске. Блестит шикарно. Но с моим ростом внизу я не в шортиках, а как будто бы в трусиках. Это правда. Так что все, у кого рост 165 где-то так, запомнили. Я лично одобряю. Мне понравилось. Да. Несмотря на цену. Ещё немножко вблизи, чтобы вы всё рассмотрели. Так, затем. Ещё целое. Жёлтенький. Он такой огромный. Да, по сути, если ты худенькая, то огромное смотрится стильно. Даже не полнит, я бы сказала. Есть большущий капюшон. Как электризуется. У меня прям волосы двигаются в такт. Когда притрагиваешься, электризации нет. Но волосы у меня тут прям танцуют. Танго. Даже не ложатся. Оттенок мой любимый в этом году. То есть зелёный и вот такой вот. Жёлтый с переходом в горчичный. Есть железные вставочки. Сразу вам подсказываю, что они, конечно, будут немножко холодить. И кожаный ремешок. Электризую всё. Материал, несмотря на то, что так сильно электризуется, он очень приятный на ощупь. Что снаружи, что внутри. Внутри. Вот такое вот, как полотенечко. Есть бирки, размер S. Это, кстати, первая вещь, которая написана, что гладить нужно на одном делении, а не на двух. На предыдущих было два. Длина рукава, я думаю, что нормальная. Посмотрите на примерке. Но его точно нужно постирать, чтобы хоть немножко ушло электризации и попшикать. А так с виду качество очень крутое. Хорошенький, конечно, свитшот. Но так электризуется. Ладно, рискну накинуть. Так я буду смотреться с капюшончиком. Смотрим сзади. Длина рукава нормальная. Внизу немножко холодочком отдает. И цвет такой крутой. Даже не знаю. Антистатик мне в помощь. Единственное, тут вот нитки торчат. А, они сами вытаскиваются. Наверное, случайность. А если так посмотреть в целом образе, то смотрится реально очень даже стильно.